Я тут думал, как? Кончилось солнце, кончился съемочный день. Куда там? Как только стемнело, как только зачехлили все камеры и микрофоны, обрушился такой звук, который я услышать точно не планировал. Срочно писать, срочно узнавать, что здесь творится. Слушай, как слышно вообще? Громче говорить? Ребят, ребята, я не понимаю, что это загул вообще. Нигде никогда такого не слышал. Это точно не сороки, точно не вороны, не воробьи. Сейчас уместность прочит. Вот это кричат вот сейчас. Ворона? Какая же это ворона? Ворона черная, что я ворона не видел сильно. Либо сороки, либо, да, сороки, кажется. А вот это вот что? Да, вот это, кто и кричит? Я не знаю вообще. Девочки, вопрос. Это кто орет? Майна. На татушке он зовут майна. Майна? Майна? Да. Парни, привет. Скажите, что за птицы орут? Сейчас я позвоню в займу. Позвонишь? Кому? Абсолютно. Звонит папе, чтобы узнать, как это называется. Индийский скворец. Майнушки. На таджикском индийский скворец. Так и записываем. Название и звук. В итоге выяснилось, что майнушки, индийские скворцы, или еще говорят саранчевые скворцы, попали в эти места чуть ли не случайно. И совсем недавно им здесь удивлялись точно так же, как я. В течение одного человеческого поколения они прижились и расплодились так, что стали самой распространенной птицей. А почему некоторые их зовут воронами? Так потому что они, как попугаи, умеют классно подражать звукам. Например, каркать, чирикать и могут даже научиться говорить по-человечески. В общем, птицы оркестра. Говорят, некоторые даже их дома держат. Я бы точно эту площадь переименовал в площадь майнушек. Пока не знаю, как этот колдеж ляжет на наш звуковой трек, но звук вот такой.